38 человек есть, может мы начнем? Коля, ваш совет. Начать? Он убежал. Давайте начинаем. Он не убежал. Он кричит, что можно начать. Ладно, я отключаю свой звук. Итак, те, кто не знает, наш семинар, который посвящен по задумке, которая была лет 7 назад, я уже не помню точно, это 54 заседание, посвящен принципиально новым проблемам, которые возникают в первую очередь в астрономии, но и захватываем интересные области из биологии, геологии, палеонтологии, из родственных вещей. Он проблемный, междисциплинарный, и мы не могли пройти мимо такого события, как Нобелевская премия, присужденная за астрономию, за интереснейшие проблемы. Значит, предыдущий доклад был, как те, кто присутствовал, помнят, был посвящен Пенруузу, а сегодня Ольга Касьяновна согласилась любезно сделать доклад про корональную дыру, гигантскую корональную дыру в нашей галактике, то, за что люди получили половину, вторую половину Нобелевской премии. За черную дыру. А я что сказал? А вы сказали корональную. Виновата. Солнечники. Это профессиональная информация. Да, привычные вещи бывают. Я вот дедушка, у меня есть внучка, и моя невестка только что писала письмо о том, что мы поедем к дедушке. Когда появилось слово «дедушка», машинка, которая подсказывает что-нибудь, она тут же высветила две подсказки. Дедушка Ленин и дедушка Путин. Так что привычные вещи они бывают. Извините. Конечно, конечно, речь идет о черной дыре. Ольга Касьяновна, прошу вас. Презентацию надо, наверное, открыть как-то. Вот так. Видим вашу презентацию, ее, наверное, надо. Во, все, начинайте. Из трех получателей Нобелевской премии по физике в этом году двое оказались наблюдателями. То есть речь идет о вознаграждении наблюдательной, классической наблюдательной астрономической работы, сделанной на очень высокотехнологичном оборудовании. В общем, блестящая наблюдательная работа. По стилю она классическая, поскольку речь шла об изучении движения звезд классическими методами. Но, тем не менее, результатом этой работы явилась оценка массы центральной черной дыры Млечного Пути, что, в общем, является прорывом, поскольку нигде более, ни в одной другой более галактике с такой точностью не оценена масса черной дыры. И так близко не удалось подобраться к черной дыре, чтобы стало ясно, что вот та огромная масса, которая гравитирует, сидит в настолько маленьком объеме, что не может быть ничем иным, кроме как черной дырой. Изучение центра галактики – это вообще очень сложная астрономическая задача. Это вызов. И начали изучать центр галактики астрономическими методами визуально только в начале 90-х годов XX века, когда появились хорошие панорамные приемники ближнего инфракрасного диапазона. Появились Гавайи, и стало возможно получать картинки в ближнем инфракрасном диапазоне на длинных волн 1-2 микрона. И вот тогда, конечно, первым делом возникла идея посмотреть на центр галактики. Мы сами сидим в плоскости млечного пути, поэтому в оптике центр галактики нам не виден. Поглощение достигает 20 с лишним звездных величин. А вот на 2 микронах поглощение падает до 2,5 звездных величин, и возможно получать картинки. Кроме этого, поскольку центр галактики содержит очень большое количество звезд, звезды упакованы плотно, для того, чтобы наблюдать звезды в центре млечного пути, необходимо высокое пространственное разрешение наблюдений, чтобы можно было разделить звезды, отличить одну звезду от другой. И это второй вызов. Но тут удачно совпало, что именно в ближнем инфракрасном диапазоне хорошо работает техника адаптивной оптики, которая позволяет исправлять волновой фронт и получать с Земли картинки с дифракционным разрешением телескопа. И вот две таких возможности наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне и применения адаптивной оптики как раз и позволило буквально в начале 90-х годов начать изучение центра нашей галактики. Просто сначала, как говорят, с имиджерами, то есть получение картинки, карты, как все это выглядит. Ну вот как все это выглядит. Вот эта картинка. Это комбинированная картинка. Тут вы видите цвета голубой, зеленый. Это все относится к звездам и к ионизованному газу. А в центре, если вы приглядитесь, то вы увидите маленькое красное пятнышко. Красное пятнышко – это радиоисточник Сагитариус А. В центре нашей галактики давно и довольно долго был известен радиоисточник, не тепловой компактный радиоисточник Сагитариус А. И очень долго этот источник был виден только в радио. Ни в каком другом диапазоне длин волн на этом месте ничего не было. Ни в рентгене, ни в оптике или в ближнем инфракрасном диапазоне. Такое вот нечто невидимое, но очень компактное. Радиоастрономы уже давно применяют технику интерферметрии со сверхдлинной базой. Поэтому было известно, что действительно размеры этого источника, они не разрешаются. И тогда, так сказать, поскольку положение источника близко к динамическому центру галактики, то считалось, что вот это тот самый центр галактики, в котором сидит сверхмассивная черная дыра, излучающая в радио. Ну, а вокруг нее, как вы видите, очень много звезд. Вот на этой картинке показана область, слева бар 10 секунд, 0,4 парсека. Это область вокруг центра галактики, где звезды уже движутся по достаточно хаотическим орбитам. Чуть-чуть подальше есть звездные диски. В центре нашей галактики богатые звездные структуры. Там несколько молодых звездных дисков, взаимоперпендикулярных друг к другу даже. Вот, но все вот эти упорядоченные дисковые структуры пропадают, когда мы подходим к центру галактики ближе, чем полпарсека. Вот полпарсека – это уже область хаотических движений звезд. И, как вы видите, звезд здесь достаточно много. Вот, чтобы отделить одну звезду от другой и изучить их по отдельности, нужно очень высокое пространственное разрешение. Две команды взялись за эту работу. Вот, премия Нобелевская была получена Райнхардом Генцелем. Это руководитель группы немецкой Южноевропейской обсерватории. И Андреа Гесс – это американский профессор Университета Калифорния, руководитель американской группы, которая с самого начала наблюдала на 10-метровом телескопе КЕК. Самое начало наблюдений европейской команды было еще на телескопе НТТ Южной Европейской обсерватории. НТТ New Technology Telescope – 3,5-метровый телескоп, еще в Лассии. Он изначально строился как попытка использования активной оптики, повышения пространственного разрешения наблюдений. И вот для своего диаметра зеркала 3,5 метра у него дефекционное разрешение было 1,1 секунда на 2 микронах. И с этим телескопом в 1991 году Райнхапт Генцель с командой начали получать картинки центра нашей галактики с вот таким вот пространственным разрешением. Чуть позже, в 1995 году, такие картинки начала получать Андреа Гесс с командой, но у нее телескоп изначально был крупный. Изначально это был 10-метровый телескоп Кека, и там дифракционное разрешение было чуть-чуть получше 0,05 секунды. Но изначально вот это были чистые картинки. Андреа Гесс – это вообще была команда спеклистов. То есть крупный телескоп позволял им получать вот такие вот короткие экспозиции с дифракционным разрешением, поскольку телескоп крупный, на которых можно было разрешить десятки буквально звезд в центре галактики. Начиная с 1995 года, раз в год они снимали центр галактики, и за первые же буквально три года этих наблюдений были замечены звезды, которые сдвигаются буквально на глазах. То есть известно, что у звезд есть собственные движения, но в данном случае звезды двигались по небу очень быстро. Скорости доходили до тысячи километров в секунду. Это позволяло отметить вот эти сдвиги звезд на небе, померить собственные движения уже на шкале первых двух-трех лет наблюдений. Вот, но работы, как я уже сказала, шли параллельно, только вот у Генцеля тогда телескоп был маленький. Тем не менее, картинки снимались, измерения делались, и уже в 90-е годы, где-то вот к 98-му году, обе команды опубликовали первые результаты. Были померены собственные движения нескольких десятков, вот у ГЕС, например, было 90 звезд на площадке 6 на 6 секунд, и были померены собственные движения. Дальше они осреднялись в каких-то коллективах и вписывались в модель. Модель изначально строилась как точечная масса на месте Сагитариуса А, плюс распределенное звездное поле вокруг. Для распределенного звездного поля вокруг предполагалась модель изотропной дисперсии скоростей. То есть случайные движения звезд были хаотические, но распределены в пространстве они были случайно. И тогда вот проекции этих движений, которые измерялись в плоскости неба, они вот позволяли восстановить некую динамическую модель, которую вы видите на левой картинке. По оси Х расстояние в проекции до радиоисточника Сагитариус А, вы видите, что удалось подобраться ближе, чем одна десятая фарсека, а разными значками показаны как раз оценки дисперсии скоростей звезд на разных расстояниях от центра. Модель была упрощенная, модель была сферически симметричная, с изотропным распределением скоростей звезд, но тем не менее достаточно хорошо эта модель вписалась в измерение, и была получена по ним оценка массы центрального источника. Вот тут вот на картинке нарисовано М0, 2,4 плюс-минус 0,4 миллиона солнечных масс. Вот вообще вот многие картинки, которые я сегодня буду показывать, они мною взяты из Нобелевской лекции Райнхарда Генцеля, но он, как честный человек, все время по дороге показывает аналогичные картинки из параллельной деятельности группы Андрея Гесс, показывает, как они замечательно согласовывались на каждом этапе. Вот правая картинка – это как раз буквально, так сказать, параллельная работа Гесса-товарищей 1998 года, которая тоже дала оценку массы центрального гравитирующего тела 2,6 миллиона солнечных масс. При этом на этой правой картинке показано, что вклад всякими там пунктирами, вклад видимых звезд в этой области, он, как вы видите, заканчивается на подходе к центру и никак не может объяснить вот измерение высоких скоростей звезд, которые самые близкие к центру галактики. Это был первый заход на проблему и первая оценка массы центральной черной дыры в нашей галактике. Но на этом они не остановились. Продолжался технический прогресс. Очень быстро совершенствовалась техника наблюдения. И не просто совершенствовалась, а появлялись принципиально новые наблюдательные возможности. В частности, в 2003 году у Андреа Гесс Накеки впервые удалось получить спектр звезды вблизи центра галактики, вблизи Сагитариуса А. Спектр звезды снимался тоже в ближнем инфракрасном диапазоне. Были измерены линии поглощения в звездах брекет-гамма и гелия-1. И получены не только собственные движения, но уже и лучевые скорости по докторовским сдвигам этих линий поглощения. Таким образом, началось восстановление, честное восстановление уже трехмерных скоростей звезд. У Генцеля прогресс был еще лучше, потому что вступили в строй четверка восьмиметровых телескопов Вил-Тим. И в 2002 году Генцель со своей командой переместился из обсерватории Лассия в обсерваторию Параналь. И уже дальше исследования проводились на телескопе Вил-Тим. Сразу европейская наблюдательная техника тогда очень сильно опередила американскую. И буквально сразу, как только заработала Вил-Тим, на Вил-Тим появился панорамный спектрограф Симфони, ближнего инфракрасного диапазона. Что это значит, панорамный спектрограф? Это значит, что он получал... Это не картинки уже. Это набор спектров от каждого пространственного элемента площадки. Если мы наблюдаем площадку размером 6 на 6 секунд, то мы получаем спектр от каждой точки на этой площадке. То есть здесь тоже сразу получается пространственная скорость для каждой звезды, попавшей на площадку. Плюс к спектрографу интегрального поля Симфони еще прикладывался прибор НАКО. Это прибор адаптивной оптики. Если НТТ – это был телескоп с активной оптикой, то на Вил-Ти изначально была сделана ставка на адаптивную оптику. И исправлялся волновой фронт как раз вот в районе ближнего инфракрасного диапазона 1,5-2,5 микрона. Таким образом, сочетание панорамной спектроскопии и адаптивной оптики позволило восстанавливать в пространстве скорости многих звезд, толпившихся вот на небольшой площадке в центре галактики. И тогда они отказались от упрощающего предположения о вот таком вот статистически изотропном распределении звезд и движении звезд в центре галактики и перешли к исследованию индивидуальных аргид звезд. Вот так вот это выглядит. Центр галактики и отдельные звезды прослеживались буквально на временных шкалах наблюдений. То есть от года к году положение звезды изменялось в пространстве. Причем измерялись не только проекция движения звезды на картинную плоскость, но и пространственная скорость. И полностью восстанавливалась индивидуальная эллиптическая орбита каждой звезды. Команда Андреа Гес к 2005 году следила за 17 орбитами индивидуальных звезд. Вы видите, что орбиты эти оказались абсолютно неизотропными. Но они, так сказать, выглядят по Кеплеру. Все, как доктор прописал, эллиптические орбиты, в фокусе всех из них располагался как раз источник Сагитариус А, то есть точечный гравитирующий центр. Самая ближняя к этому центру звезда – знаменитая звезда С02. Вот она ближе всего в перецентре подходила к Сагитариусу А. Я очень люблю слово «передырий». То есть если у нас в центре сидит сверхмассивная черная дыра, то самая ближняя точка такой эллиптической орбиты к этой черной дыре – это как раз «передырий». Звезда С02 в «передырий» подходит к Сагитариусу А на расстоянии 15 милиарксекунд. То есть вот вы себе представляете, что это очень близко. Орбита эллиптическая и по счастливой случайности как раз в 2002 году, когда все кинулись особенно тщательно ее прописывать, это было как раз прохождение «передырия». И дальше вы видите, что орбита прописывалась очень точно. Ну вот, так сказать, видно, что если в 1996 году ошибки были достаточно крупные, то после 2002 года ошибки в положении были уже очень маленькие, практически незаметны на рисунке. И к 2007 году звезда замкнула свою первую эллиптическую орбиту. Период этой звезды около 16 лет, период обращения вокруг гравитирующего центра Сагитариус А. Вот, значит, первая орбита была замкнута в 2007 году. Уже по одной только этой индивидуальной орбите оценка центральной массы оказалась очень точной. Тут написано 3,6 плюс-минус 0,3 миллиона солнечных масс. При этом поставлен верхний предел на распределенную массу, на неточечную гравитирующую массу внутри орбиты звезды С2. Это меньше 6% от оценки центральной точечной массы. И вот тогда же, это картинка из работы 2005 года, тогда же была поставлена задача в последующие годы поискать эффекты общей теории относительности, поскольку звезда действительно очень близко подходила к очень могучей гравитирующей массе Сагитариус А. Была поставлена задача, и задача эта была техническая. То есть нужен был следующий этап технического развития наблюдений для того, чтобы еще повысить пространственное разрешение и точность определения координат звезды, положение этой звезды на небе при прохождении ею уже следующей второй орбиты. Значит, эта задача выполнена на Южной Европейской обсерватории, на ВИЛТИ. Здесь вы видите общую панораму уже всей горы Параналь. И задача была перейти от наблюдений на индивидуальном восьмиметровом телескопе с адаптивной оптикой к наблюдениям со всеми четырьмя телескопами сразу. Изначально такая техническая возможность сразу закладывалась. Вы видите достаточно сложную конструкцию рельс между четырьмя большими телескопами. Изначально предполагалось, что можно будет все четыре телескопа объединить в один большой оптический интерферометр. И вот как раз задача исследования центральной черной дыры в нашей галактике, она стимулировала резко постройку аппарата Грейвити, который, собственно, и представляет собой обработку четырех пучков сразу с четырех восьмиметровых телескопов и построение картинки уже с этим оптическим интерферометром. И вот здесь справа видно, насколько сразу повысилась точность. Очередной передырей звезды S02 ожидался в мае 2018 года. И вы видите здесь красные точки по датам. Вот апрель, май, июль по датам прослежен второй подход звезды S02 к самой ближайшей точке к Сагитариусу А. Точность этих положений уже лучше 50 микроарксекунд дуги. То есть точность совершенно невероятная. Но зато это позволило прописать орбиту с невероятной точностью. Опять же, на этой картинке правой вы видите, что расстояние от звезды до Сагитариуса А в передыре составляет 14 миллиард секунд. И если у нас масса центральной черной дыры порядка 4 миллионов солнечных масс, то ее радиус Шваршильда, вот примерно 10 минус 5 парсека, таким образом вот это расстояние до центрального гравитирующего центра соответствует примерно полутора тысячам шваршильдовских радиусов. Расстояние уже такое, какое позволяет не просто, так сказать, вписывать там кеплеровские эллипсы в орбиты, но и отслеживать эффекты общей теории относительности при вот таком близком прохождении звезды относительно гравитирующего центра. И вот это было сделано. Здесь уже годы, начиная с 16-го, значит, 18-го, мая 18-го, это передырей. И дальше до 20-го года продолжалось отслеживание движения звезды С-02 вокруг гравитирующего центра. Вот, и, значит, если бы звезда двигалась строго по Кеплеру, строго по классической механике, то красные точечки легли бы вот на горизонтальную серую линию вдоль нуля на левой верхней картинке. И, однако, эти красные точечки сильно отклоняются. Ошибки здесь тоже нарисованы. Вы видите, что особенно в момент прохождения передырей эти отклонения, так сказать, на многие совершенно сигмы происходят, абсолютно уверенные. Вот, а модель синенькая, которая туда вписана, это классическая модель Эйнштейна, теории общей относительности. Вот, то есть вот та буковка F, которая там написана 1-0-2 плюс-минус-0-0-4, она демонстрирует, что полученные данные полностью соответствуют ожиданиям от теории Эйнштейна, от теории гравитации Эйнштейна. То есть вот второе прохождение передырей этой звездой, оно не просто позволило оценить, так сказать, гравитацию центрального объекта, но и проверить теорию относительности, которая оказалась в пределах ошибок измерений, очень хороших ошибок, полностью соответствует ожиданиям от теории Эйнштейна. Вот как сейчас выглядит орбита звезды С-02 слева. Здесь разными цветами покрашены разные, так сказать, эпохи, начиная там с НАКО и кончая уже данными Грейвити. Вы можете увидеть, насколько за эти 30 лет улучшилась точность определения позиционных координат звезды. И таким образом вот уже прописано, можно сказать, почти две орбиты звезды С-02. Что еще оказалось хорошо после того, как вступили в строй приемники ближнего инфракрасного диапазона с высокой позиционной точностью? Вот здесь вот на левой картинке вы видите, что вблизи косого крестика с Агитариуса А располагается красная облака точек. Наконец удалось увидеть от Сагитариуса А излучением в ином диапазоне, чем в радио. То есть начиная вот с 2000-х годов пошли вспышки. Пошли вспышки в ближнем инфракрасном диапазоне, поскольку за областью следили все время, следили с высоким пространственным разрешением. Как только в 2003 году звезда отошла от передыри подальше, пока вот она была близко, то не удавалось разделить. Как только она отошла подальше, то слабые инфракрасные вспышки от центральной черной дыры нашей галактики начали измеряться достаточно уверенно. Во-первых, измеряются позиции, а во-вторых, измеряются скорости, а в-третьих, измеряются характерные времена переменности. Ну вот по позициям на правой картинке вы видите, что нету никаких систематических движений. То есть если бы у нас, допустим, Сагитариус А не находился точно в динамическом центре галактики, то можно было бы увидеть какие-то признаки вращения этого объекта вокруг центра масс. Но не в прямом восхождении, не наклонении, никаких систематических движений не оказалось на шкале от 2003 до 2020 года. Мы можем утверждать совершенно решительно, что Сагитариус А это действительно динамический центр нашей галактики. Ну и по временам, опять же, переменности, дальше у меня будет еще одна картинка на эту тему, удалось установить масштаб, пространственный масштаб этих вспышек. Вот это оказалось всего пять астрономических единиц. То есть действительно источник крайне компактный. Да, вот эта картинка, которую Райнхард Гентель подает как итог 30-летней кампании отслеживания перемещения объектов в центральной области вокруг Сагитариуса А. Вот по оси Х у нас, естественно, расстояние от Сагитариуса А в парсеках. Вот по оси У масса, заключенная внутри этого расстояния. Масса динамическая. Опять же, здесь наклонные, прямые, всяческие. Это отсечка видимой массы. то есть вот стрелки вниз, вклад звезд К гигантов, вклад там звезд главной последовательности типа Б. Это все идут стрелки вниз на масштабах там до 10 в минус 3 парсек. Дальше звезд не остается, вклада в гравитацию от звезд не остается, остается только вклад от центрального точечного источника. И здесь вот этот вклад, как вы видите, по значкам выходит на плато как раз на уровне, как думает Генцель, 4.26 миллиона солнечных масс. Но самое, так сказать, близкое прохождение обеспечивается как раз вспышками инфракрасными померенными с грейвити. Это большой черный квадрат. Тут удалось подобраться к центру ну практически на 2-3 шваршильдерских радиусов. Поэтому считается, что Генцель считает, что это является прямым доказательством того, что центральная гравитирующая масса является черной дырой. На самом деле вот все, так сказать, вся индустрия уже большая измерение масс центральных черных дыр в галактиках, она на самом деле не дает доказательств того, что речь идет о черных дырах. измеряется гравитирующая масса. И, как правило, радиус, внутри которого удается запихнуть эту гравитирующую массу, он позволяет предлагать гипотезы, допустим, плотного скомпления нейтронных звезд или других звездных остатков. вот наша галактика это единственный случай, когда массу 4 миллиона солнечных масс удалось запихнуть в такой маленький радиус, что здесь уже не проходит гипотеза скопления звездных остатков, ну, там, допустим, даже первичных черных дыр, хотя черные дыры в данном случае, ладно, не будем, если черные дыры первичные существуют, то это все-таки черные дыры. Но вот более классические варианты скопления звездных остатков в данном случае решительно не проходят. В своей Нобелевской лекции Генцель, как честный человек, сказал, что в принципе вот в таком вот радиусе еще можно туда запихнуть теоретическую бозоновую звезду, но даже такая звезда, она с точки зрения теории является неустойчивой и поэтому тоже должна прямо-таки на глазах сколлапсировать в черную дыру. То есть именно оценка сочетания такой большой гравитирующей массы и малого радиуса включающего эту гравитирующую массу собственно является прямым доказательством того, что речь идет о черной дыре. Ну и это уже я из работы ГЕС одной из последних на эту тему взяла картинку. Вот работы продолжаются и кроме звезды С-02 Андреа Гес со товарищем отследили еще и звезду С-038. К звезде С-038 относятся в данном случае красные значки. У нее период чуть больше, у нее период 19 лет и тем не менее вот современной точностью измерений уже практически удалось замкнуть орбиту второй звезды С-038 у которой тоже вот в фокусе сидит Сагитариус А. И комбинированная оценка по двум эллиптическим орбитам звезды С-02 и звезды С-038 оно несколько уточнило оценку центральной массы. Если вот Генци буквально так сказать на днях еще говорил про 4.26 то в данном случае Андрея Гес со товарищей дает оценку центральной массы 4.02 плюс-минус 0.16 миллиона солнечных масс. Это вот по двум звездам С-02 и С-038 вместе. Ну и опять же наличие пространственных скоростей позволяет также и оценить расстояние до центра галактики. В данном случае это оценка А. Не предположение не фиксированная база. Вот и расстояние до центра галактики по последним оценкам Андрея Гес 7.86 плюс-минус 0.14 килопарсек. Вот таким образом работа продолжается. Ну действительно если все так хорошо идет почему не продолжать. Вот хотя Нобелевскую премию люди уже за это получили. Ну вот как я уже сказала Нобелевская премия дана собственно за доказательство того что речь идет о черной дыре. О том что такая огромная масса сидит в таком малом объеме. В принципе эти работы дальше могут дать тоже очень интересные астрономические и физические результаты. вот поэтому они собственно очевидные будут продолжаться. Ну собственно у меня на этом все. Спасибо. Желающие задать вопросы прошу включать микрофон или поднимайте руку тогда будет видно что вы хотите задать вопрос. Можно вопрос? Да пожалуйста конечно. Простите я упустил вот самое главное что именно исключает возможность того что это допустим нейтронные звезды. В общем что-нибудь не излучающее в близком инфракрасе. Значит у вас есть масса и у вас есть объем содержащий эту массу. И то и другое измерено. Да и почему это не нейтронные звезды? Потому что вы не запихнете в такой объем у нейтронных звезд ведь собственно и конечный размер такое количество нейтронных звезд чтобы обеспечить 4 миллиона солнечных масс просто грубо говоря они будут сталкиваться. Просто не запихнете они у вас там как железные шарики не упакуются. Ну не важно но хорошо тогда какой-нибудь объект кротовая нора? Ну про кротовые норы это уж совсем гипотетический объект за него еще не дали на лимитскую премию. Она не исключается вот этим способом. Она не исключается этим способом. Ольга Касьяна можно вопрос? А вот про если так сказать о спине ограничения на спин центральной черной дыры какие-то есть? Ну вот пока что нет они как раз собираются продолжать эти работы чтобы посмотреть пока что вот речь шла именно уж в аршильдовском радиусе дальше они будут пробовать модель с керовской черной дырой там есть тоже варианты как можно это померить но это вот следующий этап понятно а можно я спрошу такой вот эта бедная дыра S02 то есть бедная звезда S02 что она за звезда какие у нее характеристики и что с ней происходит когда она проходит через эту самую передыри ну вот пока что она не разрушается на самом деле это огромная загадка в центре галактики оказалось много молодых звезд такое впечатление что была вспышка звездообразования где-то миллион лет назад и там много оба звезд ну так сказать о меньше а вот б звезд там очень много и это вот типичная как раз б звезда а вот S038 она более позднего спектрального класса вот тогда еще уточняющий вопрос вот у вас на этом рисунке который здесь на экране эллиптические орбиты как из учебника небесной механики очень красиво мне казалось что эти звезды должны бы тогда как-то возмущать эти красивые орбиты уж очень они хороши как будто бы они так сказать без внешних каких-то воздействий очень красиво вот верхний предел на распределенную звездную массу как раз поставлен на основании того что орбиты совершенно не возмущены вот то что это такие правильные кеплерские эллипсы как раз и позволяет всю практически гравитирующую массу усадить в эллипс в точку и в смысле фокус эллипса в точку и тогда у нас получается вот как все по кеплеру классическое сами они вкладывают там меньше нескольких процентов просто удивительно здорово так кто-нибудь еще вопросы прошу Владимир Сурдин позвольте да пожалуйста Ольга Касьяновна что говорят о природе инфракрасных вспышек от центрального объекта ну вот значит вообще наши черные дыра очень спокойные на редкость и говорят что это не акреция совершенно точно не акреция вот по характерным временам по спектру вот это так сказать то просветляется то 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 чуть-чуть затемняется джет джет без акреции да а не коррелирует с радио излучением нет я не слышала чтобы параллельно были радиовспышки спасибо пожалуйста еще вопросы в рентгене там вот опять же в 2000-е годы начались слабые вспышки в рентгене но тоже очень слабые и тоже по интенсивности вспышки в рентгене это не акреция так Алина вы хотите что-то спросить нет мне показалось что поднята была рука так Анатолий Анатолий вижу продолжение и слышу прошу вас вопрос ваш вопрос здравствуйте спасибо за такую прекрасную презентацию я по поводу последнего вопроса акреции и джета когда-то были разговоры о том что акрецию не видно потому что это адвекция адвекционный поток и поэтому он оптически тонкий и поэтому его фактически нормально даже не видно и в ремене в том же самом но просто тогда джет будет виден тогда будет в лоб к нам ориентирован как бы просто непонятно как вообще по принципу может быть джет без акреции если магнитное поле тогда в смысле энерговыделение не акреционное если адвекция то конечно само течение вещества есть а вот энерговыделение нет пожалуйста еще вопросы Валентина Михайловна вы собирались вопрос задать? нет нет так у тебя микрофон был снят еще пожалуйста есть еще кто-то хотел бы высказаться лично я просто потрясен этой потрясающей для астрономических работ качеством да сумасшедшей точности я вообще чтобы в астрономии были какие-то периоды вращения 16 лет это же с нами Вадим Внухимович сколько хочешь что-что сколько хочешь период обращения одной звезды относительно другой ну как есть периоды обращения одной звезды относительно другой 4 дня с высокой точностью ну значит я просто ты отстал отстал это древняя наука всякие вот огонь например возьмите звезды коротких периодов много с длинными чуть-чуть покуже но тоже есть понятно но все равно я хотел спросить собравшихся в зале тут еще есть слушателей никто из вас не хочет вопрос нет никто не хочет но все равно точности там микропарсеки это тоже весело звучит ой Костян а вот там вот на нижней дуге красной орбиты вроде как ошибки побольше я прослушал это более ранние что-нибудь да это более ранние звезда 19 лет имеет период и более ранние конечно точность была так себе а верхняя конечно ветка очень да великолепно так кто-то еще будешь значит я для вашей справки сейчас онлайн 51 человек в зале человек 5 как я понимаю значит 51 человек это 50 человек и зал и в зале еще в зале присутствует 4 человека то есть 50 плюс 4 54 человека хорошо для гаишевских семинаров это много хорошо весьма прилично так тогда что я только хочу сказать что такие доклады украшают наш семинар только и всего я очень очень доволен и спасибо докладчику и особенно с учетом того она это видно было Ольга Касьяновна что вам нелегко говорить немножко и большое спасибо это большое большое вам спасибо поэтому мы по-видимому кончаем сегодняшнее заседание остальные последующие заседания следите за объявлениями все спасибо